Родилась я в красивом селе, которое находится недалеко село Райпола Межевского района Днепропетровской области. Там училась, потом поступила, отучилась, работала, вышла замуж, все было хорошо. Но, к сожалению, были тяжелые роды, родила особенного сыночка. Сегодня нам уже 23 года, уже мы взрослые, называю его взрослый, мой маленький взрослый сын. Не всегда общество принимает и воспринимает таких деток. С этим была долгая борьба. Я понимала, что мы ребенок не обучаем, у него нет друзей, у него я, папа и дом больше ничего не было. Поэтому я его выводила в общество. Часто, зачастую даже я скажу, что сами врачи приходили и говорили, ну зачем? Зачем постоянные слезы, постоянные истерики, постоянная борьба за жизнь, нужно отказаться. Ну вы понимаете, что хорошая и настоящая мама никогда не откажется от своего ребенка, как бы было не тяжело. В последнее время, я скажу, что больше начали слышать, больше начали слушать. И, наверное, общество уже восприняло немножко по-другому этих детей и этих мамочек. Пять имен девочек. О, давайте. Кто назовет? Кто первый? Кто первый? Я. Давай, Кирюша. Альнойна. 24 число, естественно, открываем интернет. Первые взрывы по аэропортам. Было страшно, я скажу. Я, допустим, испугалась за ребенка. У меня ребенок плохо подвижный, на коляске. То есть, первый мой был вопрос мужу. Боже, как мы будем бежать, куда мы будем, потому что он не понимает того, что надо быстро среагировать, нужно лечь, нужно запрятаться. То есть, первые прилеты, когда были у нас в город, у нас нету подвала, у нас старенький домик. И что мы делали? Мы просто зажимали его между собой. С одной стороны я, с другой стороны папа, накрывали его плетом, вдруг там скло. И вот так мы переживали первые прилеты. Мы с Мединвестом сотрудничаем у Центра Милосердия. Уже давно писали проекты, выигрывали проекты. Нам дарили ноутбуки, нам дарили спортивные принадлежности. То есть, это уже давно дружба. На всевозможные мероприятия у нас тоже все время какие-то сладкие подарочки детям обязательно. А где-то какие-то в ДК мероприятия нас приглашали постоянно. Сегодня, естественно, во время вот этих активных боевых действий все поставлено на что? На гуманитарную помощь. Помочь людям с такой категории, как наши, именно помочь продуктами питания, засобами, средствами гигиены. Потому что это все очень дорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok